Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Четвертый. Иезекииль получает жутковатое задание изображать осаду Иерусалима. Больше года он должен немым и неподвижным осаждать кирпич, на котором нарисована Иерусалим. При этом ему дозволяется есть и пить очень-очень небольшие порции странного хлеба и воды. Вот точно так же, как в Иерусалиме, будут голодать и жаждать осажденные. В пятой главе описано, что, собственно, произойдет, когда все это закончится. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву, бородобре, обрей себе волосы и бороду, а потом взвесь их на весах, раздели на части. Ну, вообще, бритье головы и бороды не практиковалось. Это был знак, скорее, траура. То есть, человек побритый, он унижен. И если ты бреешься сам, ты себя сам унижаешь. Это вот в случае смерти близкого человека можно сделать. Здесь, конечно, это символ такого унижения. Потом, когда брали в плен, естественно, стремились вот этих пленников превратить в рабов. Для этого максимально их унизить, в частности, вот Абриф, например. Волосы и бороду взвешивают на весах, разделяют на части. Треть сожги в огне посреди города, когда исполнятся дни осады. Ну, город это у нас кирпич, на котором нарисован Иерусалим. Треть покромсай ножом в его окрестностях, а треть развей по ветру. И во след этой трети я обнажу меч. То есть, получается, что волосы с головы и с подбородка – это символ людей явно. То есть, тут гордость и слава мужчины и гордость и слава Иерусалима. Понятно, что часть сгорит в городе, часть будет убита рядом, а часть развеяна по ветру. Да и то за ней меч погонится. «Сохрани из них небольшую часть, завернув в пол одежды, но и от них одеи несколько и сожги в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев». Это постоянная тема у пророков остатка. То есть, сберегается некоторый остаток, от которого потом начинается новое начало. И вот это и есть завернутая заботливо в пол одежды. Да и то из них часть пропадает. И оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Ну, вероятно, на ту его часть, которая уже погибает, да? «Так говорит Владыка Господь. Вот он, Иерусалим. Я поставил его среди язычников, а вокруг него другие страны. А он восставал против моей власти злее, чем язычники. Отвергал повеления моих хуже, чем окрестные страны. Отвергли власть мою и повеления моих не соблюдают». Вот. И только после всего этого начинается какая-то словесная проповедь. То есть, надо целый год с лишним лежать рядом с кирпичом. Надо вот всячески измываться над собой, чтобы хотя бы привлечь внимание. И вот когда он вдруг лежал, 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 а то вдруг взял, побрился, стал эти волоски либо кромсать ножом, либо там сжигать, либо развеивать, люди, наконец, заинтересовались, что же это такое. И вот тут наступает время сказать им об этом. Перформанс называется на современном языке, а тогда называлось пророчество. «Итак, отвергли власть мою и повеления моих не соблюдают. Потому, так говорит владыка Господь, за то, что восставали вы больше соседей язычников, повеления моих не соблюдали, власти мои не признавали. Перед соседями язычниками и то сплоховали». Но можно перевести немножко иначе, смотря, как поменять оригинал. «Даже по обычаям соседей язычников вы то не живете». Ну, то есть, и у язычников есть какие-то нравственные установления, зачастую, кстати, довольно такие правильные, хорошие. Ну, вот и этих вы не выдерживаете, что уж говорить о единобожии. «За это, говорит владыка Господь, я сам произведу над тобой суд на виду у язычников, сделаю с тобой за все твои мерзости такое, чего раньше не делал и впредь делать не стану. За это родители станут, у тебя есть дети, а дети родителей. Произведу над тобой суд и развею по всем ветрам». То есть, получается, что эта осада, она приводит к людоедству, к их страшному людоедству, когда родители детей, дети родители. Действительно такое, к сожалению, иногда случается в истории человечества. И вот люди, которые отказались исполнять нормы, установленные для них Богом, они в результате проваливаются еще ниже каких-то даже естественных норм, которые обычно есть у любого человека, да и то не по своей воле, а в силу вот этих жутких обстоятельств. «Жив я, пророчество владыки Господа, и за оскверненное святилище, и за все твои гнусности и мерзости я вас, как волосы, срежу, не помилую я тебя, не пожалею. Треть твоя погибнет прямо тут, от голода и болезни». Ну, это объяснение про волосы, конечно. «Треть падет от меча в окрестностях, а треть развею по всем ветрам, и во след обнажу свой меч». Ну, то есть, будут еще и гнать их, может быть, не уничтожат, но, по крайней мере, под угрозой будут все время. «Пойдет на них мой гнев, и утихнет моя ярость, покараю, и когда пойдет на них моя ярость, то будут знать, что я Господь, что говорил я в негодовании. Обращу тебя в развалин, и сделаю тебя посмешищем для соседей и язычников, для всякого, кто пройдет мимо. Позором и поношением, примером и напоминанием станешь ты для соседей и язычников, когда будут судить тебя в гневе и ярости, когда яростно покараю». То есть, даже язычники будут ругаться твоим именем, говорить, «пусть тебя накажет Бог, пусть он с тобой, как с Израилем, поступит». Почему так важно, что язычники? Ну, вообще, роль Израиля — это являть Бога для язычников. Это можно сделать двумя путями. Положительным — показать им свое богопочитание, свою преданность Богу, или отрицательным — на своем примере показать язычникам, что бывает, когда Господь карает. Если первое не получилось, будет второе. «Я, Господь, сказал это. Пошлю на вас стрелы лютого голода, вот и придет погибель. Пошлю их вам на погибель, все тяжелее будет голод, а я вас лишу продовольствия. Нашлю на вас голод и хищных зверей, они лишат тебя детей. Пройдутся по тебе моры кровопролития, и меч на виду на тебя. Я, Господь, сказал это». Ох, не любим мы за такой Ветхий Завет. Господь не просто накажет, а вот с таким, прямо с садистским удовольствием, как бы говорит, да, «Пошлю на вас голод, погибель, детей будете есть». Чего же там хорошего? Почему же вот он так зло им об этом говорит? Знаете, мне кажется, любое объяснение, которое можно дать здесь, в пятой главе Языки, или, а можно, конечно, дать, но будет звучать неубедительно. Надо читать книгу целиком, чтобы понимать вот это богословие человеческой истории, включая ее темные эпизоды. Когда вычитываешь такой абзац отдельно, да, вызывает просто вот резкое неприятие. Бог, он же бог любви, он хочет нам добра, и тут вдруг он с каким-то прямо чуть ли не садистским таким удовольствием говорит об этих бедах. Давайте не будем торопиться с выводами. Шестая глава уже немножко начнет подсказывать, почему это все так страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok